да удивляюсь каких и друзей приобрел и все среди умерших что же это такое-то еще монтане вот сейчас я покажу смотри я тут на кстати говоря и до туго-дума дошло на курточку же можно сесть тут у меня камера на которые свои прохождения записываю смотри вот я открою вот просто поставишь на паузу вот это чисто про мой канал вообще то бишь вот то что я решил все-таки ни одно видео своего канала не удалять я и ни одно не удалил у меня больше 10 тысяч уже ну как ни одно несколько штук и удалил может быть за всю историю канала максимум штук пять я думаю пяти не наберется который я удалил там по причине так сказать жесткой цензуры ну а именно боясь как бы женщина чего не того бы там не 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 услышала вот и все сколько так сказать не будем рубить сук на котором сидим друзья мои ну вот и мантынь про это же самое пишет что он ничего не удаляет ничего не стирает мне кстати по поводу кстати вот эти ботиночки 20 лет так что мне сейчас их дали чтобы они не глазу свои цивильные ботинки я первоначально когда писал вот свои первые тексты в своей книге до сказку свои симфонии там три симфонии у меня первое черные средневековые я вообще ничего не исправлял то есть я писал по методу вот просто непрерывного написания сзади никого нет вот и ничего не исправлял понимаешь меня потом я пришел к другому методу и свои рассказы которые называются на базе отдыха муравьи эти два последних я их писал уже жестко все все переправляя меняя местами какие-то абзаца события мучительно все продумывая вообще с удовольствием я сейчас вспомнил как я писал свою книгу свои тексты я при издании я же должен был найти определение что это такое почему я назвал тексты ну потому что у этого совершенно довольно ну такая приземленная практичная причина но звучит однако же претенциозно тексты мол святые тексты мне уже не раз все говорили как бойцы указывали на то что это претенциозно причина в том что половина из них не закончена то есть там конца и быть не может и мне он и не нужен ну просто это текст и том что следует какому-то жанру меня тоже это напрягает не люблю я это понимаешь вот блогерство мне именно этим и нравится что опять же что не нужен никакой жанр не нужно ничего оправдываться не нужно и уже вообще ничего то есть можно вообще говорить как удобно снимать что хочешь и для меня это огромное счастье повторяю по той простой причине что я академический скрипач и я всю свою академическую юности что называется сознательную жизнь хотят я считаю что сознательная жизнь у меня всегда была но это обычно называют так скажем лет 14 собственно грязь вот я был поставлен в четкие рамки в жесткие и любой классический музыкант поставлен жесткие рамки ты там понимаешь проблема в том что все в целом скрипка на я уже говорил что скрипка она допускает анархический подход что можно играть чисто интуитивно как бог на душу положит и при этом попасть в точку но часто это не работает и там нужен просто как в аптеке расчет каждого движения каждого там крещено диминуэнда если вы знаете что это такое но громче тише короче по итальянски и исследование жанру опять же того что ты играешь стенд играешь баха и ты играешь бетховена играешь моцарта там есть свои какие-то все-таки такие штуки которые ты не можешь нарушать но это тоже якобы понимаешь на самом деле можно самом деле нужно играть все это как хочешь но вот так ладно сейчас может еще чуть-чуть но пока желаю хорошего вечера